Говорить о здоровье нужно с детьми с самого раннего возраста. Те малыши, кто посещают детский сад о профилактике простудных заболеваний, узнают сразу же. Беседы, игры, занятия, мастер-классы в интересной и понятной для каждого возраста форме преподносится очень важная и нужная информация. Что же нужно делать, чтобы быть здоровым? Мыть руки! Казалось бы, простая истина – мыть руки, а многие, даже взрослые, об этом забывают. О закаливании, о важности физической нагрузки и правильного питания рассказали воспитанникам детского сада номер 11 «Радость» сказочные герои. Они на своих примерах показали, что от грязных рук может заболеть живот, а от прогулок без шапки можно простудиться. Такой небольшой кукольный спектакль в этот день увидели все воспитанники детского сада «Радость». Сегодня у нас было такое маленькое общее мероприятие для детей. Сначала оно прошло для младших и средних групп, а сейчас вот вы попали как раз к нам в гости на тот момент, когда у нас были старшие подготовительные детки. Значит, это мероприятие проводилось с целью того, чтобы дети уже с самого раннего детства научились заботиться о своем здоровье. А как они научатся? Только через игру и только через какие-то маленькие развлекательные мероприятия. Современное развлекательное мероприятие в детском саду не обходится без интерактива. На большом экране детям показали музыкальный видеоролик, где супергерои выполняют зарядку. Дети с большим удовольствием повторяли движение. Безусловно, развлекательное мероприятие – это лишь малая часть той огромной профилактической работы, которая проводится в детском саду. В качестве профилактики, конечно, ведется образовательная работа. Это и различные мастер-классы, занятия, беседы и так далее. Но и самое главное, конечно, зависит от нас, от коллектива. Здесь очень большую работу проводят помощники-воспитатели. Это влажные уборки, проветривание помещений. Это наша задача – определенное количество времени выдержать на занятии. Это физкультминутки, это физическая подготовка, три занятия физкультуры в неделю проходят у детей. Это дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения. То есть весь коллектив работает на то, чтобы наши детки росли крепкими и здоровыми. И работу с родителями осуществляем для того, чтобы своевременно проводить иммунизацию, своевременно проводить профилактические и закаливающие процедуры, своевременно обращаться к доктору и доверять доктору. Если ребенок с самого раннего возраста поймет, что здоровье – это важно, и будет знать, что нужно делать, чтобы его сохранить, тогда за будущее поколение можно быть спокойным. Но о профилактике нужно говорить не только в детских садах, но и дома. Субтитры создавал DimaTorzok